Все любят побеждать боссов, поклонники Souls-like игр не дадут соврать. В свою очередь, некоторые боссы не брезгуют уничтожением себе подобных злодеев. И кстати, привет! С вами Айвори. Не забывайте проявлять активную активность под видео и берегитесь спойлеров. А теперь всем приятного просмотра и... понеслась! Я чувствую, тебе не хватает мотивейшн. А посему начнём с классической пацанской хардкорной игрушки Devil May Cry 3. По сюжету молодой и горячий Донте всеми правдами и неправдами пытается опиздюлить взорвавшегося братца Виталика. Ну и там на фоне ещё леди со своим папашей разбирается, но это так, мелочи. Буквально в прологе с подачи Вергилия на Данте обрушивается череда несчастей. Трапезу бестактно прерывают, клинками протыкают и наконец недвижимость разрушают. Разъярённый Дантес разбирается с демонами, после чего по его душу приходит первый босс. Быстро поняв, что силы не равны, костляво ориентируется к нанимателю. Тот в свойственной пафосной манере одним молниеносным движением меча уничтожает трусливое создание. Однако Вергилий на этом не остановился. В ходе сюжета Витали Амбо легко и непринуждённо рассекает Бео Вульфа, могущественного демона, что с кайфом унижал Данте на протяжении многих троев. Ну, моего Данте, не знаю как вашего. Сам же Вергилий в статусе босса ещё не единожды скрестит мечи с кровным братцем. В сиквеле Ивел Вазелина, бывшему детективу Себастьяна у меня уже закончилась тамина Костеланосу, предстоит сразиться с множеством боссов, дабы освободить ненаглядную дочурку из лап зловещей корпорации под предводительством Джимена. Проснитесь и помните. Отец Теодор, расово верный священник, один из худших представителей данной когорты. Ведь вместо честной борьбы хитрец предпочитает оживлять самые потаённые страхи своих недругов, обрушивая на них ярость некогда поверженных врагов. В ходе противостояния Себастьян попускает проповедника, как вдруг откуда ни возьмись появляется Мира, жена Костеланоса, и дважды накуканивает священнослужителя. И, как нетрудно догадаться, именно Мира возьмёт на себя роль финального босса. Если я спрошу вас, какой босс-файт в первой Дарк Соулс показался вам самым душным, как скоро вы ответите Арштейн и Смоук? Да, что ни говоря, эта колоритная парочка уничтожила немало нервных клеток хардкорного комьюникса. Сражение с Арштейном и Смоуком состоит из двух этапов. Первый, парняги опускают тебя в два смыка, пока ты пытаешься выжить и попутно выбираешь, кого уничтожить. И второй, оставшийся в живых мерзавец забирает силу поверженного напарника, становясь значительно смертоноснее. Если вначале одолеть Арштейна, то можно заметить, что аккурат перед тем, как Смоук превратит его в лепёшку, рука драконоборца двигается, то есть он всё ещё был жив. Из этого следует, что палач Смоук, который, к слову, некогда мечтал стать одним из четырёх рыцарей Гвина, но не фартануло, ведь он был слишком жестоким, настолько, что жрал кости своих жертв, наконец-то выместил обиду на Арштейне, истинном рыцаре Гвина. В ходе сюжета второго прототипа, вирус, икея Алекс Мерсер, создаёт армию заражённых, с которыми и предстоит сражаться сержанту Джеймсу Хеллеру. Перед финальным боем Мерсер, вторя заветом Виталика, жаждет больше пауэр, а посему без сожалений уничтожает всех соратников, впитывая их силы словно губка. Вот дерьмо. Получается, Алекс аннигилировал больше потенциальных боссов, чем кто-либо другой в моём списке. Антагонист первой Дэд Райзинг, безумец Карлита, жаждет распространить зомби-вирус по всей стране. Карлита является первым боссом, с которым предстоит сразиться фото-журналисту Фрэнку Эсту. Однако, прикончить злодея суждено отнюдь не главному герою, а поехавшему мяснику по имени Ларри Чан. Ближе к финалу игры Чан похитит Карлита, после чего смертельно ранит во время конфронтации с Фрэнком. В итоге Карлита умирает от потери крови, но перед смертью всё-таки успевает сделать доброе дело. Каждый, кто играл в великолепный ремейк Resident Evil 2, помнит жестокую сцену сражения боссов Вильяма Биркина и мемного шляпника Мистера Икс. Хотя, сражение это громко сказано, ведь Биркин одним ударом острых как бритва когтей вырвал половину туловища могучего тирана. И да, я знаю, что фактически он его не убил, тираны вообще парни живучие. Тем не менее, столь мясной конфликт двух могущественных мутантов я просто не смог проигнорировать. Дарт Вейдер, вселенское зло из франшизы Star Wars, очень любит убивать подчинённых. И игра Fallen Order не стала исключением. Под занавес протагонисту Кэллу Кэстисон одлежит сразиться с Трилой Судури, второй сестрой Инквизиторов. В конце нелёгкого боя за спиной Трилы материализуется Дарт Вейдер, и без всяких разбирательств рубит с плеча поверженную прислужницу. Ты подвела меня, Инквизитор. Отомсти за нас! Жаль, конечно, босс-файт самим Вейдером более походит на унылые догонялки, разбавленные квиктайм-ивентами, но имеем, что имеем. Я запрещаю вам шутить про Кодзиму. В Metal Gear Solid от рук Снэйка погибает немало боссов. Однако моего любимчика со сложной судьбой Грея Фокса, а.к. Киберниндзя, убивает главный антагонист игры, Ликвид Снэйк. Ближе к концу игры Солид окажется в патовой ситуации. Его обезумевший братец активировал Metal Gear, и намеревается отправить вояку на небеса, но тут на выручку внезапно приходит Фокс. Киберниндзя отважно сражается с Ликвидом, но умирает в неравной борьбе, успев уничтожить радар Metal Gear, чем даровал Солиду шанс на спасение. Думаю, вы согласитесь, что самый запоминающийся босс-файт в игре Batman Arkham Origins, не в последней степени из-за комичности, произошел между Бэтменом и Лестером Бачински, более известным как Электрошокер. Самонадеянный здоровяк уверовал в силу Пикачу Перчаток, но после встречи с геройским сапогом моментально отправился в нокаут. Позже Черная Маска, он же Джокер под прикрытием, приходит отчитывать нанятых злодеев, что не смогли убить Бэтмена. Среди них оказывается наш старый знакомый Электрошокер, которого Мистер Джей, предварительно забулив, выбрасывает из окна. Самого же Джокера в Arkham Origins трудно назвать полноценным боссом, ведь Бэтмен лишь бьет ему лицо без особого сопротивления. Тем не менее, Безумный Клоун был боссом в Arkham Asylum и даже в DLC к Arkham Knight, так что худо-бедно запишем его в ранг боссов, убивающих других боссов. Есть возражения? Франшиза No More Heroes богата множеством откровенно странных босс-файтов. Однако в первой части есть босс, с которым вам так и не доведется сразиться. Let's Shake в компании установки, вызывающей землетрясение, приходит на стрелку с протагонистом игры Трэвисом Тачдауном, и по всем признакам нас ждало эпичное противостояние, но не тут-то было. Спустя мгновение бедолагу вместе с причудливым девайсом разрубает Генри, он же финальный босс игры, и в данном случае немножечко обидно, когда взорвавшегося Крикуна вместо тебя попускает кто-то другой. Офелию любовный интерес Эдди Рикса в ходе игры Brutal Legends превращает в чистое зло, вследствие чего Эдди вынужден сразиться с бывшей возлюбленной в статусе босса. Аккурат после победы Роцкера на сцене появляется здешняя злюка, император демонов Давикус, и вырывает из груди Гота Офелии ее трепещущее сердежко. Но не спешите лить слезки, ведь в финале Эдди покарает негодяя, и даже очистит душу девушки от скверны. Финальным боссом Секеро Шаддлс Дайтвайс значится мастер меча Исин Асина. Однако, прежде чем волчара, впрочем как и игрок, ощутит на себе гнев старика, тот собственноручно убьет своего внука Генитира Асина, и по совместительству одного из боссов игры. Технически Генитира сам нанес себе смертельное ранение, тем не менее добил его именно Исин, буквально материализовавшийся из тела приемыша. Есть чем дополнить? Милости прошу в комментарии. Лайк, подписка, похотливый колокольчик приветствуются. Оформление спонсорки поощряется бонусами. Полезные ссылочки на иные социальные сети, а также другие видео про боссов ждут тебя в описании. На этом все. Всем удачи и пока!